Привет! First Day Out заканчивает свой First Day Out, так что прямо сейчас мы запилим биток First Day Out с альбома First Day Out от Kizaru. 120 ударов наш темп на сегодня, и это биток с сэмплом, но помимо сэмпла тут будет еще кучу всего разного прикольного и интересного написано сверху, так что смотри обязательно до конца асэмпл из трека с очень красивым названием Country Girl, в котором мы сходу включаем Stretch и опускаем Pitch на 100 центов, потому что, во-первых, AP, а во-вторых, в треке он так на 100 центов и опущен. И сходу мы ищем вступление. Вот он. Шикарно. Теперь Shift-Alt с лезвием, так вот все отрезаем, вот так вот так, работаем вот с этим кусочком. Теперь осталось подогнать его под наш темп, для этого включаем Stretch, вот так вот, вот так, продлеваем. Ну и там в конце будет ту-ту-ту, который мы тоже возьмем из этого трека, так что давайте его прямо сейчас и найдем. Stretch отключим, продлим, вот он. Нарежем как-нибудь, чтобы выделить отдельно эти звуки, потому что этот брейк получился невероятно медленно. Вот так. Вот так, да, вот сюда. И самый первый удар. Вот сюда. Отлично. Только нам нужно включить Declicking Mode, наверное, вот так вот. И чтобы транзиенты не схавались Declicking Mode, вот так вот немножко все отодвигаем влево. Теперь продлим вот это, вот эти части, вот так, чтобы не было каких-то явных разрывов. И послушаем. Как-то сливается. А если вот так? А вот так хорошо. Теперь берем кусочек, делаем его уникальным. Теперь нам нужно найти, соответственно, кусок из куплета. Вот он. Дальше уже фигня какая-то идет ненужная, так что возьмем только вот этот кусок. У этого сэмпла есть неприятная особенность. Это хай-хеты, которые в нем есть. И, соответственно, нам лучше всего подстроить их под наш ритм, поэтому снова включаем Stretch. И сжимаем его. Вот как-то так, нормально. То есть я его немножко лишнего растянул, потому что сейчас мы его немножко нарезать будем. Потому что вот этот снарь я оставлять не хочу. Мы сейчас его уберем. В общем, соберем Франкенштейна из вот этого сэмпла. Вот с этим киком, наверное, придется смириться, но он тихий. И, как обычно, я делаю так, как услышал. И вот здесь. И этот тон мы найдем в части, которая будет левее. Да. По-моему, это она. Пробуем. То, что нужно. Там есть вторая вариация такого звука с каким-то другим кусочком. Но мы оставим этот ради упрощения, ускорения. И потому что просто я именно тот кусок не нашел. Помимо этого, там будет еще один кусок, который нам нужен будет в одном местечке. Не вот этот. Вроде нет. Это то, что нам нужно. Очень креативно этот трек засамплирован. Одно удовольствие и слушать, и ковырять. Make unique. И все это безобразие отправим на микшер. Добавим еще один инструмент. Это будет контакт. С фортепиано нуар. Есть вероятность, что это тоже сэмпл откуда-то там срезанный. Но, тем не менее, тут такие простенькие нотки, что мы их в любом случае пропишем сами. А звучат они вот так. Вот именно. Только давайте сделаем их погромче, чтобы прям звонко-звонко было. И продлим на два такта. Потом продлим еще на два такта. Тон-тон-тон. И вот этот тон-тон-тон мы сделаем на B. Затем на A-шарп. Требуется некоторая эквализация, по-моему. Которую мы прямо сейчас и осуществим. Хотя нет, давайте сначала добавим еще аналог лапса с вестойкой. Который, пресет так называется, высел. Это типа вест-кост-лид какой-то вот так. Вот так он звучит в треке. Вот так вот. Потом вот так вот. Вот так. И в конце просто уходим на F-шарп. Еще иногда в треке звучит что-то похожее на фортепиано, только на гораздо более высоких нотах, чем вот это. Так что мы клонируем его. Играть будет что-то типа... Вот таких интервальчиков. D-шарп, A-шарп-6. И повторяется. Ну, чтобы совсем красиво было, давайте сделаем Alt-S. А вот в этих местах, там в треке что-то есть. Но из-за плотного бита хрен разберешь, что там такое. Поэтому я решил добавить Nexus, в котором я возьму вот этот орган, который похожий был в треке Кезару. Забыл. Это не байт на коммент, но я знаю, что вы помните, как он называется, а я забыл. Вот что-то такое мы сейчас сделаем. И вообще, напишите в комментариях, какой трек с этого альбома, вышедшего в First Day Out, вам понравился больше всего. И оправдал ли этот альбом ваши ожидания. Потому что я в Телеграм-канале у себя спрашивал мнение, делать ли этот разбор. Там были люди, которые писали, что типа, да ну, старые треки, альбом не оправдал ожиданий. И я поделился своим методом, что я к альбомам рэперским вообще никаких ожиданий не проявляю. И поэтому мне много чего нравится. Секрет удовольствия от прослушивания, это отсутствие ожиданий. Окей. И здесь у нас будет уже немножко другой интервал. То есть тоже D-шарп, только с G. С G-шарп. На октаву ниже, да. Теперь к нему нужно сделать разгончик, как вот в том треке, название которого я почему-то забыл. Просто под всем подсвеченным нотком D-шарп минора идем. Вот так вот. Жмем Alt-S. Ставим, крутим посильнее. Да, собственно, нормально. Теперь Shift-D и сократим. И я бы хотел немножко это все дело вот так вот выделить и немножко подвинуть мимо сетки, чтобы опять же добавить немножко игривости в наш биток. Вот у нас готова вся музыка, так что я раскидаю ее по дорожкам. Но перед тем, как мы перейдем к ударным, напоминаю, что у меня вышел новый, большущий видеокурс по битмейкингу VFL Studio 20 от А до Я, который отлично подойдет как новичкам, так и уже практикующим битмейкерам. В прошлом видео я говорил, что первые две недели будет скидка, и цена будет не 4790 рублей, а 3890 рублей. Но поскольку между видео был гигантский промежуток, то период скидки я решил расширить. Так вот, до 5 июля включительно цена остается 3890 рублей, так что, чтобы заказать видеокурс, напишите мне, ссылочка на меня в описании, так что напишите мне прямо сейчас, и там же у меня сможете узнать о нем подробнее. А мы перейдем к эквализации сэмпла, а потом уже перейдем к ударным. Вот с помощью этого бесплатного эквалайзера мы проведем эквализацию. Можно в целом сделать вот так. Уже неплохо, но на самом деле это жестковато. Типа, как-то сделаем вот так, вот так. Чуть-чуть верха я добавлю, и вот здесь супер высокого верха добавлю. Теперь можем его расширить с помощью A1 Stereo Control, и в нем еще немножко сейфбаса, только не сильно много. Потому что вот так совсем некрасиво уже. И немножко компрессии. К слову, все эти три плагина, это офигенные и при этом бесплатные плагины, которые я использую почти в каждом бете. А теперь давайте перейдем к ударным. 808 бас, в котором сейчас мы настроим Envelope. Вот так вот. Только еще атаку немножко подкрутим. Вначале есть какая-то фигня, похожая на кик, которая нам не нужна. В новом паттерне первая нотка это D, Sharp. Вот так, вот так. И Control-B. Теперь тут D, B, а тут A, Sharp. И вот это B улетает наверх. Кик. Тум. Пам. И вот этот Антан здесь вот так будет. Control-B. И здесь, по-моему, уже вот так вот. Потому что здесь у нас уже будет пробежечка по snare, к которому мы прямо сейчас и перейдем. Ну и чуть не забыл сказать, что как только это видео наберет 3000 лайков, я вот этот проект, то есть проект из финала вот этого видео, выложу в свой телеграм-канал. Так что, если ты хочешь поскорее поковыряться в этом бите самостоятельно, то ставь лайк этому ролику и уже скоро ты сможешь этот самый проект скачать в моем телеграм-канале по ссылке в описании. И не забудь на этот самый телеграм-канал подписаться. У нас будет лейеринг из трех снаеров. Я понимаю, лейеринг это сложно. Но я уверен, вы справитесь. Здесь удлиняем Ctrl-U и сразу немножечко убавим. И, по-моему, еще вот так. Теперь Ctrl-C, Ctrl-V на второй снаер. Его погромче. Кроме пробежек, опять же. Потому что этот снаер отвечает за плотность, а этот отвечает за какой-то типа объем и более верхнюю часть. Так что нижний еще немножечко убавим. Третий это клэп, в котором мы немножко приберем хвост. Ctrl-C, Ctrl-V. И убавим. И еще немножко приберем хвост. И убавим. Теперь хай-хеты. Точно такого сэмпла, как в оригинале, я не нашел. Так что мы будем использовать сочетание двух. Естественно, каждый второй звук потише. И Ctrl-B. Вот здесь вот у нас будет пробежечка на одной трети. Вот так вот. Ctrl-B. И правых там камешки тянем, чтобы звуки увеличивались по громкости. А вот здесь вот уже будет просто Ctrl-U также на одной трети. И звуки будут падать по громкости. Теперь, чтобы добавить грубо, крутим Shift, но тут нужно крутить Shift обоим хэтом и на одинаковое значение. Правильнее сказать не на одинаковое значение, а так, чтобы они звучали синхронно на 100%. Вот так. По-моему, вот так правильно. И Open Head, который звучит просто невероятно сложно. И Crash, которого почти не слышно. Ctrl-Shift-L сбрасываем на микшер. И сразу соберем группы. Снэры в группу, хай-хеты закрытые в группу и Open Head в группу. Их называем, соответственно, SD, ХХ и ОХ. И собираем в общую группу всех ударных, которые называем DRM. И нам нужно что-нибудь сделать со звучанием, потому что пока звучит очень прикольно, очень грубо. Но все-таки нам нужно сделать более аккуратное звучание. На вот этот ИИИ мы кинем просто один стереоконтрол, чтобы сейф-басом его немножко прибрать именно ему сайт низкий и расширить. В теории можно прямо вот на этом эквалайзере чуть-чуть прибрать ему низ. Вообще чуть-чуть совсем. Теперь пиано. На него кидаем RC-20. На нем нам нужен эквалайзер, чтобы чуть-чуть, буквально чуть-чуть подрезать низ. Теперь можем добавить дисторшина, но на высоких частотах. И вот так, и немножко открутим микс. Просто, чтобы сделать фортепиано чуть поярче. Теперь Space и как-то то, что нужно. Но еще мы можем его здесь немножко расширить. Вот, так лучше. И теперь добавим сюда тоже A1 стереоконтрол. Но, наверное, просто для сейф-баса. Потому что все-таки в сайде баса много стало. На это фортепиано мы, наверное, просто перетащим RC-20. Только немножко побольше срежем ему низа и побольше дадим спейса. Послушаем. На органе, наверное, стоит выключить ему Reverb, чтобы он стал таким прям супер-близким, супер-сухим. Вот убавим здесь и немножко убавим ему низкие частоты полочкой. Теперь давайте соберем группу всех инструментов. И сюда кинем небольшой эквалайзер. Чуть-чуть приберем серединку и низ полочкой, аккуратненько. Еще-еще я хотел бы, наверное, сюда Saturn немножко, чтобы вот так вот еще немножко прибрать бас. Буквально каплю. Чуть-чуть поддать сатурации, но не сатурировать верхние частоты. И чтобы дополнительно, помимо сатуратора, еще немножко этот звук подсобрать, повесим сюда снова бесплатный компрессор. Вот этот. И безбожно зажмем. Я, наверное, хотел бы еще Little Radiator повесить на басец. Noise отключаем. Хита где-то вот как-то так. Но DryVet сильно откручиваем. Чтобы немножко поджать ударное, я воспользуюсь клиппером. Вот этот New Fun, New Fun, New Fun, допустим, Saturate. И давайте как-то вот... Жестковато, но нам это и надо. Вот какой-то такой условный баланс. На Snare я хочу повесить DS-10 Drum Shaper. Из какой-то дичайшей настройки, во-первых, включаем Snare. Во-вторых... Чуть-чуть добавим атаки и максимум сустейна. И включим Soft Clip. Но это экстремальные настройки. Вот сустейн на максимум я крайне не рекомендую вам делать. Здесь это использовано практически как спецэффект. На хай-хэты я хочу повесить Ozone и Major. Как-то вот так, вот так и вот так. Включаем Stereo Ice. На Open Head и повесим Stereo Shaper и пресет Stereo Ice 2. И у них сделаем тоже небольшую полочку. Давайте еще попробуем все-таки немножечко расширить Snare. Тем же самым Ozone и Major. Поставим его после Drum Shaper. Просто немножко переместим бенды. Как-то вот так. И убавим расширение. Теперь идем на мастер на Clipper. Смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас явно не хватает гейна. После вступления сразу идет просто сэмпл. Потом Whistle, потом Low Piano, потом 808. Снеры и хай-хэты закрытые. Потом появляется вообще все, кроме вот этих высоких аккордов фортепиано и кроме Whistle. Вот именно вот так. Потом практически то же самое, что в начале. Только появляется помимо Whistle еще Piano High. Потом в конце у нас здесь обрезаются ударные. И вместо последнего Snare'а реверснутый клэп. Наверное, давайте его еще сильнее растянем. Вот так. Отрежем лишнее. Отправим на какой-нибудь там канал микшера. И накинем на него прям много ревера. Это будет Vlhalla Vintage Verb. С пресетом Bright Hall. Как-то вот так. И можно еще, чтобы совсем круто было, шиммер дать. С пресетом Concert Hall. И типа микс процентов не больше 12. Богато. В этом месте у нас идет вот такой вот кусок. Только без органа и без голосовой части. Но при этом вот этот кусок у нас повышается на октаву. Так что мы уже в моде Stretch поставили. В Range выставляем 12. Правой кнопкой мышки напичтыкаем. И делаем Create Automation Clip. Так и вот так. Здесь правая кнопка мышки Type In Value 0.5. Здесь поднимаем до упора. И этот поднятый кусок у нас будет идти вот досюда. Ставим новую точку. Type In Value 0.5. И звучит это. Прикольно. Окей. После этого идет снова кусок как во вступлении. Еще там на самом деле была небольшая перебивочка. Но я не буду ее повторять. Потому что это слишком долго. И в качестве финала я хочу выйти на часть с голосом. Которая как бы заканчивалась продолжающимся треком. Сейчас, короче, я покажу вам, что я хочу сделать. Вот. Вот этот я хочу кусок. Ставим вот так вот сюда. Отлично. Да, просто оставили выстрел. Оставили фортепиано и вот этот сэмпл. Но обрезали ударный. И у нас получился такой заходик. В целом даже fade in какой-нибудь можно сделать. Но это, наверное, потом. Сначала давайте Озон на мастер. Майджер. Давайте как-нибудь распределим бенды. И, наверное, не включая стереоайз. Чуть-чуть поднимем вот так. Чуть-чуть поднимем вот так. Вот так нормально. И максимайзер. Хотя нет. Давайте пока что не максимайзер. Давайте винтаж лимитер. Потому что нам нужно плотный трек. И поэтому нам нужен аналог глю. Ну и все это. За финалем немножечко максимайзером. Буквально капельку-капельку. В общем, вот такой получился биток. И полностью готовую версию ты можешь послушать у меня в телеграм-канале по ссылочке в описании. И не забудь подписаться на мой телеграм-канал. И еще раз напоминаю, что у меня вышел принципиально новый большой видеокурс по битмейкингу от А до Я. Который подойдет, отлично подойдет новичкам. И уже практикующим битмейкерам и до 5 июля включительно на него расширена скидка. Так что напиши мне прямо сейчас по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Чтобы успеть заказать видеокурс со скидкой, которая действует до 5 июля. Ну и конечно ставь лайк этому видосу, если он тебе понравился. Потому что это бесплатно. Это моментально. И это очень сильно меня поддерживает. Особенно в реалиях современного ютуба. И конечно же подпишись на канал, если этот видос тебе понравился. Потому что другие мои видео тебе точно так же понравятся. Ну и на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Жду вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok